Мрачное слово «ревущий» в названии гор как-то не вяжется с безмятежным пейзажем. На самом же деле тут находилось место встречи низших демонов. Их излюбленным местом был Курган. По ночам они совершали свои жуткие ритуалы с человеческими жертвоприношениями меж камней на вершине Кургана. Если вы вспомните квесты из этой локации, связанные с Курганом, то можете понять, о чем идет речь. Из относящихся криков место позже назвали «ревущими горами». Много лет назад Совет Варанаса и Ока Мудрости при помощи изгоняющих заклинаний и силы оружия очистили это место от демонов. К тому времени, когда здесь поселились люди, вопли некогда заполнявшие долину, стихли. С тех пор путники и искатели приключений потоком плынули в «ревущие горы». И все-таки огромные каменные глыбы порой навевают странное чувство, заставляющее поежиться одинокого путника. Лагерь первопроходцев – это уютное место у подножья «ревущих гор», которое Совет Варанаса избрал для поселения. Чистое озеро с живописным водопадом, густые леса и недавно открытое месторождение руды. Колония пионеров или лагерь первопроходцев может похвастаться как красотами окружающего пейзажа, так и богатством ресурсов. Небольшой рудник к западу от поселения разрабатывается с недавнего времени. После внезапного нашествия людей и грибов, Слепестая тень отправила целый отряд юных искателей приключений для решения вопроса и возобновления добычи горных пар. После основания лагеря первопроходцев, рудник несколько лет исправно поставлял руду, но вскоре лагерь подвергся нападению гоблинов. Гоблины явились с пещерными крабами, заявляя свои права на эту самую руду. После того, как гоблины напали на поселение и бросились неумело добывать руду, стенки рудника начали осыпаться. Тогда люди приняли решение оставить рудник и начать осваивать месторождение на западе от поселка. Это была временная мера, до тех пор, пока гоблины с их тележками и крабами не уберутся в освоясь. Ферма Эллинг. Миролюбивая Эллинг управляет своим небольшим хозяйством на ферме в Ревучих Горах. Она держит нескольких коров и выращивает овощи на небольшом огороде. Эллинг снабжает продукты из соседних городов под названием Логар. Несмотря на опасную близость волков и медведей из соседнего леса, ферма почти не защищена. Для этой трудолюбивой женщины важнее всего жить в гармонии с природой. Однако вспоминаем квест с загадочным фермером, который стоит возле дерева неподалеку от фермы. И далее мы узнаем, что корни такой фермерской крыши, а-ля бандитская крыша в 90-е годы в СССР, ведет нас прямиком в серебряные ключи. Между Курганом и Лунным ручьем лежит крошево поле, усеянное осколками камней и огромными валунами. Здесь пересекается множество торговых путей, соединяющих ревущие горы с отдаленными окраинами. Здесь вы можете увидеть небольшой отряд солдат Варанаса, задача которых обеспечивать безопасность этих самых путей. Поселение Логар. В последние несколько лет Логар приобретает все большую известность. С тех пор, как совет Варанаса решил начать разработку окрестно трудников, люди изгнали отсюда нечистую силу при помощи Ока Знаний. И как только подтвердилось, что здесь можно безопасно и спокойно жить, сюда прибыли первые поселенцы, специально отобранная и обученная группа. Их предводителя звали Логар. В бою против демонов он решил спасти своих товарищей, пожертвовав собой и пал смертью в крабах, неся с собой демонов, с которыми сражался. В память об этом подвиге, основанной на этом месте поселения, было названо его именем. Младший брат Логара является сейчас мэром этого прекрасного городка. В городе есть огромная ветряная мельница, на которую свой созерно из окрестных ферм. Мельница играет особую роль в повседневной жизни этого городка, став его своеобразным символом. Любой путник знает, если вдалеке показалась мельница, значит до Логара рукой подать. Ну, доведение расколового берега, конечно же. Ни таких мельниц, просто хоть жопы ешь. Лунные холмы. Когда-то, давным-давно, случайно забредший путник заметил какой-то блеск. Путнику померещилось, что впереди влетит сокровище, но оказалось, что это свет луны, отразившийся от поверхности источника. Поэтому источник и называется лунным ручьем. Здесь есть некая магия. Во времена, когда ревущие горы еще служили пристанищим низшим демоном, тени осмеливались приближаться к лунным холмам. Ходят слухи, что в лунном ущелье обитает могущественный волшебный зверь, требующий его под горой. Потому что даже демоны не решались потревожить его сон. Сиводийский лес. Двухой лес к востоку от Логара. Однажды в лес забрел парк в сопровождении мэра Логара. Когда он увидел мертвое дерево с его пещерой, его посетило вдохновение, и он воспел древо, как символ древней могущественной силы. Поэтому чаще и была названа Сиводийским лесом. В Сиводийском лесу возвышается огромный потрепанный временем ствол дерева Альбиноса, в котором есть большое дупло. Дупло ведет в подземную пещеру. Метические силы, породившие столь странные растения, дали жизнь другим, не менее странным существам. Именно в этой пещере герой Логар сражался с Перлоноком, демоном в обличии паука. Легена гласит, что поверженный Перлонок был заключен в белый древесный ствол, откуда он черпает силу леса и ждет своего часа. Опустевшие пещеры. Изначально опустевшие пещеры служили для проведения врачных игр демонов Ревучих Горах. Когда злые силы были уничтожены, пещеры опустили, и с тех пор это место считается проклятым. Обычные люди обходят злочную область стороной. Жившие неподалеку Кобальды недавно объявили пещеры своей территорией. Никто не знает причину их внезапного решения, хотя кое-кто подозревает, что Кобальды ищут древние сокровища или магические предметы, которые могли остаться от прежних обитателей, что вполне вероятно, учитывая привычки демонов. Спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам придется по душе такая рубрика в виде рассказов о нашем виртуальном мире, который для многих старожилов стал родным. Благодарю за поддержку в комментах, это классно. Все данные взяты с официального сайта RUN. Ну и дай бог здоровья тебе и твоей красавицы мамули. Редактор субтитров А.Семкин